Верховный суд Мексики отменил уголовную ответственность за совершение абортов на первом триместре беременности. Судьи признали антиконституционной статью штата Коуила, по которой за прерывание беременности на начальном этапе предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет. За декриминализацию выступили единогласно все судьи. Председатель Верховного суда Артура Залдивар назвал это переломным моментом для всех женщин, особенно для наиболее уязвимых. Соответствующее решение становится прецедентом, обязательным к исполнению всеми ниже стоящими судебными инстанциями, отмечает Associated Press. Ранее прерывание беременности по разным причинам на сроки до 12 недель разрешалось только в столице Мексики в Мехико, а также в штатах Веракрус, Идальго и Оахака. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели в среду встречу, в ходе которой обсудили военные вопросы, войну России против Украины и возможную помощь Москвы Пхеньяну в реализации спутниковой программы КНДР. Путин показал Киму российский космодром «Восточный» и обсудил с ним возможность отправки в космос северокорейского космонавта. Ким Чен Ын, прибывший на поезде из Северной Кореи, задавал вопросы о ракетах, когда Путин показывал ему космодром. После экскурсии 70-летний Путин и 39-летний Ким Чен Ын в течение нескольких часов вели переговоры, в которых участвовали члены правительства обеих стран, а позднее в ходе встречи один на один обсуждали международные проблемы. Во время последовавшего за этим банкета Ким поднял тост за здоровье Путина, пожелав Москве одержать победу в священной борьбе с Западом. Официальные лица США и Южной Кореи выражают обеспокоенность тем, что Ким Чен Ын может начать поставлять оружие и боеприпасы в Россию, которая израсходовала огромные запасы вооружений в ходе более чем 18-месячной войны против Украины. Путин неоднократно намекал на то, что обсуждалось военное сотрудничество, но не раскрывал подробностей. На переговорах присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. По словам Путина, Ким Чен Ын теперь планирует посетить военные и гражданские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре и осмотреть Тихоокеанский флот России во Владивостоке. Между тем, Великобритания в среду призвала Северную Корею прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и подчеркнула, что визит Ким Чен Ына показал, насколько очевидна изоляция Москвы на мировой арене. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер подчеркнул, что военное сотрудничество между РФ и КНДР может означать потенциальное нарушение ряда резолюций Совета безопасности ООН. Администрация Байдена без колебаний введет дополнительные санкции против России и Северной Кореи, если они заключат новые сделки по продаже оружия, заявил в среду Госдепартамент. Представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер выступил с этим предупреждением на брифинге, отвечая на вопросы, касавшиеся встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Мы уже приняли ряд мер по введению санкций в отношении организаций, которые выступали посредниками при продаже оружия между Северной Кореей и Россией. И мы без колебаний введем дополнительные санкции, если это будет необходимо, сказал Миллер. По его словам, вызывает беспокойство тот факт, что Россия и Северная Корея обсуждают расширение сотрудничества, которое может означать нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Северная Корея в среду запустила две баллистические ракеты в сторону моря, в то время, когда Ким Чен Ын встречался с Путиным. Запуск продолжил серию крайне провокационных испытаний северокорейского оружия, которое началось в 2022 году. Тогда Ким Чен Ын воспользовался отвлекающим фактором, вызванным российской войной в Украине, чтобы ускорить разработку оружия. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не уточнил, как далеко пролетели северокорейские ракеты. Береговая охрана Японии, ссылаясь на Министерство обороны в Токио, сообщила, что ракеты, скорее всего, быстро упали, но призвала суда следить за падающими объектами. Эстония вслед за Латвией и Литвой ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Он начал действовать в среду. Латвия и Литва накануне также закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами, но Финляндия и Польша, у которых также есть общая граница с Россией, об ограничениях пока не сообщали. По словам министра внутренних дел Эстонии, в стране пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций. Между тем, власти ЕС в четвертый раз за четыре дня поменяли трактовку запрета на ввоз вещей россиян, в том числе одежды, парфюмерии и автомобилей. Еврокомиссия вечером 12 сентября обновила ответ на вопрос, могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и автомобили, в том числе в рамках туристических поездок. Ранее этот ответ содержал категоричное «нет». Сейчас это слово оттуда убрали и добавили, что товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, должны быть оценены пограничниками соразмерным и разумным способом. 8 сентября Еврокомиссия в первый раз обновила рекомендации для въезжающих в ЕС. Однозначная трактовка запретила к ввозу смартфоны, ноутбуки, одежду и средства личной гигиены, которые могут привезти с собой россияне. Всего таких категорий товаров было почти 160. Международная организация по миграции сообщила, что в результате смертоносного наводнения в среду на востоке Ливии более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По данным агентства ООН, по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть Дерну, а еще тысячи другие районы, включая Бенгази. Предполагают, что в результате наводнения погибли более 5 тысяч человек. Точные цифры трудно подтвердить в стране, где соперничающие правительства уже 10 лет борются за власть. Некоторые официальные лица допускают, что это число может удвоиться. На этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе Пульс Дня. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок